Возможность получить достойное образование за рубежом и повышение стипендий. Сообщение главы государства о перспективах казахстанского студенчества заинтересовало и тех, кто уже учится в Европе. Выступление Нурсултана Назарбаева отслеживали и в Брюсселе. Ксения Тео родом из Карганды. Учится в магистратуре Брюссельского высшего института и собирается посвятить себя развитию отечественного бизнеса и финансов. В этом же вузе обучается и Дамира Дельмухамедова из Алматы. Казахстанские студентки активно интересуются всеми новостями политики и экономики. О главных тезисах послания девушки узнали из новостных блоков и спецвыпуска, которые смотрели в интернете. Меня очень порадовала план президента и его цели по поводу развития нашей экономики. В первую очередь увеличение валового продукта в 4,5 раза на душу населения. Казахстан станет одним из ведущих евразийских центров медицинского туризма, что означает, что люди из-за границы будут приезжать за лечением. Следовательно, будут инвестиции в нашу страну, а также улучшится имидж Казахстана. Без пяти минут магистры экономики и финансов обрадовали планы по улучшению транспортной инфраструктуры по всей стране и дополнительные возможности в развитии собственного дела, которое, как отметил глава государства, будет семейной традицией. Здесь в Европе очень развит малый и средний бизнес, а также инфраструктура в маленьких городах, что позволяет людям жить в более лучших условиях в экономическом плане. Если мы будем двигаться в этом направлении, это позволит нам вступить быстрее в тридцатку самых развитых стран мира. Будущего сотрудника по управлению гостиничных и туристических компаний заинтересовали перспективы проведения Всемирной выставки Экспо-2017 в Астане и реальные возможности попробовать свои силы в предстоящем событии планетарного масштаба. Ожидается, что приедет около 5 миллионов туристов, и мне, как будущему менеджеру в гостиничном бизнесе, будет очень интересно принять в этом активное участие. Я думаю, что это послание было сделано также нам, молодым, потому что нам в будущем работать и после 2050 года. Студенты из Казахстана, обучающиеся за рубежом, оценили послание как своеобразную дорожную карту развития страны до 2050 года и отметили, что многие успешные ныне страны достигли высоких результатов именно благодаря стратегии долгосрочного планирования. Жанат Эрнежу Март Ахметов, Брюссель, Бельгия.